На 79-м километре трассы Верхняя Синячиха-Ирбит в половине второго часа пополудни, то есть еще очень сильно при неярком ноябрьском свете и мокром снегопаде, случился смертельный бой, в котором погиб 59-летний мегаопытный рулевой черной двухочковой «Лады», больше известной как «Нива». Фабула замеса незамысловата. По трассе, нужно заметить, мокрой, частично заваленной снежной кашей трассе, катилась «Лада-2121», она же «Лада-4х4», 2017 года выпуска. За рулем сидел 59-летний пилот со стажем вождения 35 лет и с нулем в графе нарушения ПДД. Рядом с ним 52-летний пассажир. Несмотря на гигантский водительский опыт, пилот «Нива-подобный» «Лады» не был обременен. На 79-м километре трассы, это в Ирбитском районе, он пошел на обгон по снежной каше внизу и под мокрым снегом вверху. Бездорожник занесло влево, он выскочил на обочину, напоролся там на металлический километровый столбик, завалил его в горизонталь, но при этом сама «Нива-Лада» завалилась в кювет и встала на крышу сушить калоши. На 79-м километре автодороги Верхняя Синячиха-Ирбит водитель автомобиля «Лада-Нива» при завершении маневра обгон впереди движущегося транспортного средства не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде стойки дорожного знака, съезд с проезжей части дороги и опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада-Нива» погиб до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля «Лада-Нива» экипажем скорой медицинской помощи был доставлен в приемное отделение центральной городской больницы. В последующем переведен в травматологическое отделение. «Ладовод» погиб исключительно только потому, что был не обременен. Ну и, конечно, потому что не учел ни погодные условия свыше, ни дорожные условия сниже. Почему он не обременился, кто знает. Может, об этом когда-нибудь расскажет его выживший пассажир. Погибшего пилота в мире 7 не вернуть, а вот уничтоженный им километровый знак, значащийся в ПДД за номером 6.13, запросто. По крайней мере, такую рекомендацию выдали сотрудники дорожного надзора ГАИ хозяину этой мокрой дороги, убившей человека. Вот настоящая мокруха.